Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я вам покажу парфюмерию, которой я пользуюсь. Это итальянская марка Il Profumo и переводится она как запах. Сейчас у меня в использовании два аромата. Это Pioggia Salata, переводится как солёный дождь, и Café Verre, переводится как зелёный кофе. Эти ароматы этого бренда имеют своеобразное звучание. Это запахи чистоты и запахи свежести. Для меня это имеет огромное значение, потому что я обожаю ощущение чистоты. И меня эти ароматы успокаивают. Некоторых успокаивают ароматы, которые имеют гурманские нотки, запахи вкусняшек. Некоторых успокаивают цветочные. Меня успокаивают ароматы, которые дают ощущение свежести, ощущение чистоты. Потому что для меня это ассоциируется с какой-то безопасностью. И я люблю белые поверхности. Я люблю, когда всё организовано. Мне от этого всегда становится спокойно. Некоторые люди используют ароматы по сезонам. Я никогда не делю ароматы по сезонам. Я ароматами создаю себе всегда только настроение. Выбираю те ароматы, которые мне необходимы в настоящий период времени. Этот парфюмерный бренд был основан Сильваной Козоли. Это женщина-итальянка, которая прежде чем основать свою парфюмерную компанию, работала со многими люксовыми производителями. И для них создавала парфюмерию. И таким образом набиралась опыта. И ей удалось создать бренд, который производит необычные ароматы, которые вызывают у многих людей интерес и пользуются спросом. Вот таким вот образом выглядит аромат пиоджио-салата. Солёный дождь. Такое необычное название. И этот аромат, он напоминает что-то среднее между ветром, морем и небом. И этот аромат, он пахнет чистотой. Удивительно, но чистота, она имеет тоже свой запах. Из заявленных в пирамиде нот, я больше всего ощущаю нотку эвкалипта, соли, морские водоросли и листья пальмы. Также здесь заявлены лилия, и ланг, и ланг, и роза, но я такие яркие цветочные ноты не ощущаю. И у меня этот аромат ассоциируется с зимой, с озоном, со свежестью, когда бельё сохнет на балконе, и вы приносите бельё в комнату, и пахнет вот этой вот морозной-морозной свежестью. Ради этого запаха озона, ради этого запаха свежести я и покупала этот аромат. Я люблю до сих пор сушить полотенце на балконе ради вот этого запаха чистоты, потому что ни один кондиционер для белья не даёт настолько безупречный запах чистоты, как после того, как бельё сохнет на балконе. Вот такой вот аромат. Оттенок жидкости светло-жёлтого цвета. Такие оттенки парфюмерии свойственны белоцветочным ароматам или цитрусовым ароматам. Это все лёгкие свежие парфюмы. Имеют такой оттеночек жидкости. И этот оттеночек он говорит сам за себя. Видите, он у меня остался уже на донышке. Я этим ароматом пользовалась и зимой, и летом. Года, наверное, два. Я его прекрасно разносила. И он хорош в любое время года, когда хочется ощутить вот это вот ощущение свежести и укутаться в облако безупречной чистоты. Вот такой вот интересный аромат. А это аромат зелёный кофе. И, конечно, здесь плоды зелёного кофе доминируют над всеми остальными нотами. Но мне больше всего нравится мёд в шлейфе этого аромата. Он настолько прекрасен. Также здесь очень много белого мускуса. Это такой запах, который может напоминать стирку, стиральные порошки, бытовую химию. Все вот эти запахи бытовой химии, которые убивают все яркие ароматы. Такой парфюм подходит тем людям, которые любят запах белой рубашки. Есть люди, которые обожают такие вот ароматы свежести и чистоты. Также здесь есть ещё оттеночки герани. И получается, что здесь зелёный кофе доминирует немного. Мёда в шлейфе, запах герани и запах стирального порошка. И у меня ещё этот аромат ассоциируется со шкафом для белья. Когда вы открываете шкаф, и там белые полотенца хранятся в стопочках. И вот этот запах чистоты, запах свежести. Кому-то нравятся такие ароматы, кому-то нет. Но мне нравится, когда я хочу отдохнуть от каких-то сладких, тяжёлых, насыщенных ароматов. И я пользуюсь с удовольствием такой парфюмерией, которая даёт ощущение чистоты и ощущение свежести. И после таких ароматов все другие ароматы, гурманские, цветочные, они воспринимаются гораздо ярче. И оттенок жидкости во флаконе, он светлый, практически бесцветная жидкость, которая имеет такой жёлто-зелёный подтон. И он тоже у меня на донышке, потому что все ароматы, которые я вам показываю, я снимаю в видео только на те ароматы, которые я разносила и в жару, и в холод. И у меня уже такое, знаете, заключительное мнение, потому что иногда у меня впечатление от аромата меняется. Вот так вот они выглядят вместе, разница между ними есть. Зелёный кофе имеет более зелёный оттеночек на белом фоне, если их сравнить. И такие вот лаконичные флаконы, как будто бы название на пластыре. Вот такие вот ароматы, запахи чистоты, запахи свежести. Они идеальны в жару, потому что они не удушливые совершенно, они не сладкие. И также их можно использовать любое другое время года, когда хочется окунуться в такое свежее парфюмерное облако. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас все благодарю за внимание и желаю вам всего самого-самого доброго. Пока-пока!